всем доброе предоброе утро время и время уже приходит к обеду чарли как всегда на своем любимом месте ему он вот весь диван для него да там все пространство нет ему лишь бы на моих коленях вот где бы я ни была ему на коленях надо сидеть да ти моя рыба сладкая тебе так удобнее работала немножечко вы знаете ожидала большего но хотя уже как бы конец ну-ка ну да конец месяца и под конец месяца как она везде наверное люди уже денежки джим джим ничего скоро придет следующий месяц у нас уже святая неделя страстная неделя 18 числа это будет по моему четверг вот уже и на май у меня люди есть прикол потому что там начнутся после страстной недели когда заканчивается пасха пост здесь начинают праздники значит сначала идут майские праздники вот майские кресты в гранаде это по моему четверг аж у меня там с прической а то я тут сидела наглаживала я люблю знаете и с тем и с тем и прыгать сидеть и волос вот так в разные стороны чесать потому что у меня я не знаю то ли волос такой очень чувствительный я уже много раз говорила что я парикмахерский не люблю ходить чтобы не трогали волос у меня и когда у меня волосы на одну сторону зачёсанные не мне прям начинают болеть голова не голова сама вот где именно откуда корни волос не знаю может у вас тоже такое бывает и вот мне надо их постоянно перри причесывать то туда то сюда чтобы чтобы не знаю так у меня легче становится либо когда уже совсем прям больно больно становится мою голову голову мою каждые два-три дня вот потому что трогаю часто волос и прочего я это говорила ну и вот праздники будут майские в гранаде это 4 3 числа по моему когда там очень большие там целые прям выходные получается четверг по моему это первого и вот с четверга до целого понедельника кто-то мне сообщение шлют будут выходные но конечно это не у меня будет я может быть первого числа мая уже бы за мая говорим представляете конечно закрою а это мне племяшечка мою шлют такая на сладкая такая на холосы тихо господи тихо господи сейчас бы так ее затискала такой сладкой такие маленькие все холосы блин такая лапуле прям съела бы прям так и чё я говорила уже совсем забыла все и вот клиентка сегодня уже сидит она типа ой а у меня у нас вот вот у них раз первое причастие будет какая-то тому к ней родственница приедет и в общем они они уже планируют ко мне прийти на на укладку это уже видите планируем так что когда не очень густо я в принципе не переживаю у меня стабильная клей как это клиентура поэтому как бы я значу и когда и где заработаю я не заработаю не в такой зоне где знаете не знаешь что тебя ожидает и что будет тем ты тем мне и нравится тут работать что здесь стабильность я люблю очень стабильность и очень не люблю выходить из зоны комфорта некоторые любят все вот так менять прям быстро все я так не люблю это очень жучки какие-то уже летают паучки весна хотя у нас холодно ветер ледяной вообще ужасная погода шарфы не носила зимой зато сейчас я в них надеваю шарфы представляете очень много заболевавших простывших людей ходят все носом шмыгают потому что разденешься то оденешься не поймешь в общем что сейчас поеду домой вот есть я не буду готовить потому что я не знаю три картошки вчера сварила у нас половина осталась представляете вот рыбу буду опять и доем свою вот рыба конечно мужу не достанется он у меня с луком не очень любит рыбу тема вчера просто обычную жарила с луком вообще вы знаете очень странно странно он испанец но он не умеет есть рыбу я очень много людей таких замечала что они да у них тут рыба какой хочешь но они и не умеют есть есть представляете вот он как маленький ребенок ему рыба нужна чтобы ни одной косточки там не было чтобы нет кожу от рыбы он не ест блин она самая вкусная для меня почищенная она же почищенная помытая и тут хрустящие нет он ее не ест я знаете за ним доедаю вот это вот как говорится то что у него на выброс я и больше наедаю что чем он ест поэтому чтобы ему какую-то рыбу купить это нужно чтобы она была без костей либо сидеть либо он ее не будет есть или или половина выбросит ну а чё деньги-то на ветер и приходится вот какой-нибудь ему и покупать без костей ой не могу ну вот что испанец и не умеет рыбу есть это вообще очень странно еще знаете что и более страннее здесь у нас вот особенно в этой деревне очень много людей не умеют плавать вы представляете не умеют плавать что ж такое что у меня то волос то еще что как это так особенно вот пожилые люди да они рядом с морем на пляже живут и не умеют плавать я вообще я когда не сказала не я говорю на пляж лето не мы туда не ходим да я и плавать не умею плавать не умеете рядом с морем я говорю у нас пруды были кстати в море намного лучше плавать чем в пресной воде пресная то есть соленая вода тебя выталкивает а пресная наоборот заталкивает они не умеют плавать я вообще в шоке рыбу не умеет есть плавать не умеют я все умею я вообще даже не помню когда я научилась плавать если честно мне кажется что я всю жизнь умела нет такого у меня воспоминания что меня кто-то учил плавать не знаю мне кажется я всю жизнь умела плавать такие вот наболтала во всякой фигни и всего понемножку из моей жизни не из моей жизни в общем вот так скоро у нас начнутся праздники страстная неделя надо готовиться к тоже к нашей пасхи у нас будет как раз она по моему через неделю всегда разница между католическими праздниками православными где-то неделя но это все зависит от здесь праздники идут по новому календарю а наши праздники идут по старому календарю а так представляете больших различий между католической церкви и православной я вообще не вижу те же самые молитвы те же самые святые те же самые праздники все тоже самое вот различие для меня я нашла я человек верующий сразу вам скажу а вот и различия ну вот что числа и все а вот это что они меня допустим спрашивают испанцам как же вот у вас там вот таких вот нету как здесь страстная неделя очень красивая вот я очень часто ее вспоминаю здесь ну как театр до выносят статуи и каждый день вот воспроизводят как бы как как иисуса убили до каждый день он же там вход в иерусалим потом вот все вот эти вот все дни каждый день что-то что-то вот у них как театр они выносят на улицу и выходит у меня есть на канале видео про старую неделю так они думают испанцы что это во всем мире так многие нет конечно молодые нет я вот так это только в испании в россии там в других странах никто никуда не никого не выносит говорю вот такой театр не делают они тоже удивляются а вообще здесь как бы катар католики они да говорят про религию про политику не говорят но так как у нас очень много у меня ну где-то 60 процентов у меня бабушки клиентки и все-таки про ли религию даже я в свои 38 скоро мне будет лет более религиозно чем они и знаю больше чем они представляете все уже забывается но мне кажется это должно передаваться из поколения в поколение то есть мне там а вере рассказала бабушка она ко мне мне это привела если вы на мне не рассказ хотя у них здесь они здесь на протяжении перед первым причастием по моему два года перед ним ходят в церковь чтобы обучиться представляете не знаю чему в там учат что они потом нифига ничего не знают это так общей информации вам рассказала все лежит также фу пердонул чарли мой пердонул мне в нос бывает у него такой ладно друзья пойдем мы домой кушать у нас как всегда ветроган задолбал уже если честно этот ветроган так солнце тепло но блин ветер ужасный уносит всех как все листики крутится все тут такие свиньи накидали уже за собой убрать невозможно хожу ржу не могу захожу в дом стоит один кроссовок мужа и один тапок домашний я ему пишу ты говорю в чем ушел не шлют фотку один домашний тапок один кроссовок я ржу не могу не могу остановиться вообще это же надо хотя у меня был тоже знаете какой случай я работала в москве в магазине вот и мы на ночь его естественно там в 12 до 12 ночи мы работали и мы его закрывали на сигнализацию но это как обычно да вот и мы значит весна все вот это слякоть все тает ночь могут там три девочки нас работал выбегаем все ставим на сигнализацию я выхожу такая гляжу на ноги а у меня рабочие тапочки ну обычные такие знаете но как тапочки я твою дивизию представляете мне ехать до дома было на двух троллейбусах один автобус один троллейбус а магазин все открыть нельзя он сигнализации теперь до утра иначе милиция приедет полиция я так и чапала в этих тапочках сырая приехала вся до трусов ой не могу вот я сейчас я захожу вспоминаю как как он тоже так ходит теперь в один один домашний тапочек один кроссовок ой не могу вот и смех и грех смотрите какие у меня цветы 4 переростка и 4 недоростка но это вообще какой-то пипец красота конечно неописуемая пахнут обалденно я сюда вот уже и палку вставила где-то на тут было хоть они чтоб хоть как-то но они от своего веса вот этого огромного весят очень много поэтому они даже не стоят они вот так вот вот на видите палку поставила а эти цветут внутри ну какие-то странные вообще цветы эти вообще видите даже не вылез он уже весь цветет а эти переростки какие-то даже смотрится как-то некрасиво может быть их нафиг отрезать и в вазу поставить а тогда останутся вот эти четыре недоростка но это вообще какой-то пипец ой недоростки порезу сейчас наверх у меня кое-какое белье вчера все-таки не высохло вот надо снять и машинка новая уже постиралась и вешать новую машинку но с тапками но не могу каждый раз как прохожу вижу и все меня ржач такой разбирает еще фотку шлют один домашний тапок и один такой ну вообще кадр смотрите меня вот так чарли любит лежать видите вот так вот ляжет на пузяка на пузяка вот так ляжет лапами особенно ли летом когда жарко и вот так и лежит но это когда не на мне а так он обычно нам не ложится ой моя рожа ой блин кадр еще тут ой 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 Смотрите, как офигенно рыбу ловит. Удочка там, а он лежит, отдыхает. Там вот еще вот рыбаки. Мы тут ходим, гуляем. На этой стороне пляжа хорошо, ветер не так сильно задувает. Видите, нету волн. А если вот в ту сторону, то там шторм сильный. Здесь ветер до Ливанта, как здесь называют. Ветер откуда вот с той стороны, где солнце сходит, не сильно дует. Поэтому, видите, море не сильно волнительное. Так тут бегает. Уже отработала. Перед работой успела заехать заправиться. Я заправляюсь в этом же городе, где и работаю. Поэтому здесь дешевле, и там девочка заправляет меня. Я сама-то не очень умею. Все время путаю бензин. Заехала в Лидл еще, купила пару пицц небольших на завтра. Потому что, не знаю, завтра неохота никуда выходить. А там фикова знает, может, мы проснемся с большим, огромным желанием куда-нибудь смотаться. Но у меня сегодня нет. На всякие пожарные взяла пиццы. Так как в воскресенье можно лопать ее подряд. Ну, в пределах разума, конечно. Кто купила две пиццы. Я, конечно, как всегда, добавлю туда чего-нибудь своих продуктов, чтобы было вкуснее. Видите, как красиво у нас. Они замороженные были. Поэтому пару часиков как раз разморозится до завтра. Не, не до завтра, они уже разморожены. Да, Чарли? Да? Ладно, мы с ним догуляем. И домой поедем. У нас сегодня футбол по расписанию. А у меня та кровать вся завалена бельем. Тут два дня ж подряд стирала, да? У меня машинка большая, вместительная. Туда умещается, как три обычных. Там у меня муж посуду моет. Вот. И, в общем, надо пойти разобрать белье, чтобы... Пойду, потому что я сегодня туда телек смотреть, в другую комнату. Побьет нафиг еще все. Да, Чарли, что там? Что там? Папа, 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 папа. Ой, папа, папа. Так что я буду с вами прощаться. Я потому что сейчас пойду умываться, во-первых. Завтра устрою себе масочный день, скажем так. А сегодня просто, как говорится, умоюсь, подмоюсь, все дела. Вот. И буду с вами прощаться до завтра. Не знаю, завтра, наверное, никуда... Ну, с утра-то мы 100% пойдем в это, ну, с Чарли гулять. Только не знаю, то ли на пляж поехать. Машину хорошо припарковала. Или не очень. В общем, завтра увидим. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Ставим лайки, пишем комментарии. Все, как всегда, в обычном на море. Всем всего наилучшего. Отличного вам воскресенья. И пока-пока, до завтра. Пока-пока.